Еще раз, в российском медиапространстве есть такой персонаж, как Багдасарьян. Все его хорошо знают, многие его ненавидят, есть люди, которые любят, может быть. Но совсем недавно я нашел в интернете, в ютубе интересное видео. Хочу с вами сначала поделиться, сначала вы посмотрите, потом мы это коротко обсудим. О чем там говорит персонаж под фамилией Багдасарьян? Давайте посмотрим. Просто в Нагорном Карабахе надо внимательно изучить опыт боевых действий на Ближнем Востоке. Я вот по Донбассу вчера там в прямом эфире на телевидении везде рекомендовал посмотреть, что там происходит. Посмотри, что такое боевые туннели. Это новшество такое, интересное, эффективное. То, что боевые действия на Донбассе и Карабахе зачастую связываются в рамках традиционной войны, это хорошо. Но там многие вещи. Боевые туннели – это позволяющий выход неожиданного подразделения в тыл противника и во фланге противника. Очень эффектно это работает, когда противник преобладает в технике, вооружении, в численности. Это в том числе и на Карабахском фронте, извините меня за откровенность. А внимательно посмотрите, каким образом, только что вам рассказали, небольшие курдские отряды по вооружению, уступающие в разы, в разы, в разы, вооруженному формированию Нагорного Карабаха, оказывают сопротивление армии, превосходящей Азербайджанскую армию, входящей в десятку сильнейших армий мира. Изучите, что такое мобильные противотанковые группы, как они действуют. Вот это, это на национальную разведку, выбросите мусор, к этому, к войне надо готовиться всегда, когда тебе противят противник. Если это противник, а превосходит тебя в технике, вооружении и бог знает что, изучите этот опыт. Изучите опыт. Это надо делать и в Нагорном Карабахе, тоже надо изучать опыт. Ну, пригласите пару афринских командиров отряда, пусть они поделятся опытом. В конце концов, почему нет? Там есть езиды, кстати. Очень много езидов в Африне. Они входят в состав афринского правительства, как и христиане, ассирийцы, армяне. Какие проблемы, я чуть не понял. Пригласите их, Степанакерт, отдохнуть, кофе попить. Они поделятся с вами опытом. Опять со звуком проблемы. Значит так, еще раз говорю. Значит, что вы услышали от уст Багдасарьяна с этого видео? Я лично для себя как бы изобрел новую черту Багдасарьяна, которой как бы до сих пор мне было неизвестно. Хотя мне было известно, но заявить это российском государственном информационном агентстве «Россия сегодня», то есть на английском это «Russia Today», между прочим, государственное информационное агентство, которое возглавляет Маргарита Симоньян. Про нее мы сейчас не будем говорить. Сегодня говорим про персонажа под названием, под фамилией Багдасарьян. Вот смотрите, человек держит в руках микрофон РИА Новости на фоне российского информационного агентства «Рия Новости» и «Russia Today», то есть «Россия сегодня» и заявляет следующие вещи. Это не просто как бы, да, Багдасарьян заявляет. Российская информационная как бы медиа структура заявляет этого человека как российский политический деятель, специалист по Ближнему Востоку, бывший депутат Государственной Думы и так далее и тому подобное, не буду перечислять. Этот человек приглашает из Сирии, из Африно террористов на оккупированной территории Азербайджана, находясь в Москве на государственном информационном агентстве «Рия Новости». Вы понимаете, что происходит в России, в Москве? Мы привыкли, что да, в российском медиапространстве есть огромное количество армян, которые представляют как бы, да, якобы Россию. Вы мои ролики видели, я про это сделал несколько таких коротких роликов, которые смотрели несколько сотен тысяч человек. Ну, привыкли, ладно, но, находясь в России, в Москве, держать в руках микрофон «Рия Новости» и на всю страну орать, что из Африно приглашайте езидов, курдов, ЗАЗа и других национальностей на Горный Карабах, оккупированной территории Азербайджана. И чтобы они дали там инструктаж, как бороться с азербайджанской армией, это заявляет российский политический деятель. Вы о чем думаете, ребята? Вот куда должен смотреть Москва, руководители страны? Ребята, вот я несколько раз, когда были ожесточенные дебаты, были ожесточенные дебаты насчет России, Турции, я несколько раз заткнул этого человека, этого персонажа под фамилией Багдасарян, что если вы хотите мира между Турцией и Россией, этого человека на российский канал не приглашайте. Как минимум тогда, когда я есть. Это было, когда между Россией и Турцией была проблема из-за сбитого самолета руками фетулахских пилотов. Сейчас что происходит? Смотрите, Багдасарян находится в российском информационном агентстве, призывает афринских террористов, он там называет полевые командиры, но весь мир знает, что это террористы. Как бы, да? Который борется с правительственными войсками. Мы сейчас не будем рассказывать, кто в Сирии прав, кто не прав, но фактически этот человек из российского московского офиса РИА Новости приглашает афринских террористов в Нагорный Карабах, оккупированная земля Азербайджана. И там еще есть фраза, я не стал вам до конца дать слушать, если кому интересно, может в интернете посмотреть. Еще этот человек говорит, что есть какая-то структура, типа Минская группа ОБСЕ, ну или так, или не так. Он как будто бы забыл, что Россия, Москва является участником Минской группы ОБСЕ и является гарантом того, что этот конфликт будет урегулирован мирным путем. И наплевательски относится ко всем достигнутым договоренностям в офисе Московского информационного агентства российского заявляет, что карабахские террористы должны брать пример сирийских, афринских террористов, приглашать их в Степанакерт, угостить их кофе и взять с них пример, как там копать боевые туннели, как там бороться с танковской дивизией, как там уничтожать армию. То есть это фактически призыв к террористической войне на территории Азербайджанской республики. Вы знаете, что происходит. То есть это еще открытым доступом. Если бы это была скрытая пресс-конференция для определенного количества людей, я бы понял, да, то есть они сами сказали, сами услышали, все. Но в Российском информационном агентстве РИА Новости происходят такие вещи, и московское, российское руководство это закрывает глаза, и персонаж под фамилией Соловьев до сих пор приглашает этого персонажа под фамилией Багдасарьян в свои эфиры. Я удивлен. Честно, вот я, у меня скоро должно было быть воскресный эфир, традиционный. Я еще до этого эфира хотел вам об этом сказать. Я говорю это на русском языке, чтобы это доходило не только до азербайджанцев, турков, узбеков или казахов. Кстати, сам Багдасарьян родился в Узбекистане, в Ферганской долине. Но и до российского руководства хочу донести, до российских информационных структур, до медиа, патронов, что, ребята, если вы с одной стороны говорите, что вот да, мирным путем Россия гарант безопасности, там, стабильности и так далее, тогда зачем этот человек с государственного информационного агентства приглашает афринских террористов из Сирии на Горный Карабах, чтобы они обучали карабахских террористов к борьбе с азербайджанской армией. Вот очень интересно. Совсем недавно был скандал, когда из Азербайджана вернулась группа российских политологов, депутатов и так далее, журналистов, которые заявили, что Азербайджан является стратегическим партнером России и, как бы, Россия должна об этом знать. Человек вышел на телеканал «Россия-1», то есть на российском канале, у Соловьева опять, и начал на всю страну орать, что надо уничтожить депутата государственного до Новороссийской Федерации, кстати, русского происхождения. То есть армянин на российском телевидении объявляет на всю Россию, чтобы Россия уничтожила собственного депутата только из-за того, что этот депутат, господин Савельев, озвучил мысль, который никак не состыкуется теми мыслями, которые фигурируют в мозгах Багдасаряна. И другой ведущий еврейского происхождения на российском телевидении поддерживает оратора армянского происхождения, чтобы надо уничтожить российского депутата. Куда смотрят российские власти? Как они приглашают в эфир этих, вот я не знаю, людей, которым мозгами не все в порядке? Давайте делать выводы. Да, вот я не понимаю, как это все происходит. Я надеюсь, мой эфир хоть каким-то образом будет содействовать тому, что такие подобные высказывания на российских телеканалах не озвучились. Если Россия на самом деле, приглашая на свои государственные информационные агентства таких ораторов с микрофона и объявляет на всю страну, что надо из Сирии пригласить тех террористов на Горный Карабах, так открыто заявляйте, что на Горном Карабахе действуют террористы Сирии и если в этом содействовать, мы поймем Россию, Москву, да, где что есть. Но если Россия выступает гарантом безопасности, стабильности, урегулированием мирным путем и участником Минской группы ОБСЕ, зачем такие высказывания? Ровно 19.00 у меня должна была начаться в этот момент воскресный прямой эфир с журналистом Фуадом Аббасовым, но меня именно в это время пригласили на российский канал НТВ, вот прям вот сейчас меня ждет такси у выхода, я должен пойти значит, на прямой эфир на телеканал НТВ. Я постараюсь оттуда сделать прямое подключение, как это всегда делают, через телефон, рассказать вам о том, что будем там говорить, какие там темы будем обсуждать, вот, а с вами я постараюсь провести встречу чуть позже, постараюсь, конечно, сегодня, это смотря, как там у нас эфир закончится, вот, если не получится, я всегда с вами, у нас каждый день, каждый там час, ну, сами понимаете, происходят эфиры, но я думаю, что вот этот мой сегодняшний призыв заткнуть рот персонажу под фамилией Багасарьян, российскому политическому деятелю, бывшему депутату Государственной Дома, чтобы он не призвал из Сирии приглашать террористов на территорию, оккупированную территорию Азербайджана из российского телеканала, пусть пойдет где-нибудь в Ереване вещает, или где-нибудь там в Бейруте, где-нибудь там, не знаю, в Сирии, Африне пусть вещает, но почему это делать в российском информационном агентстве, очень большой вопрос. Хорошо, пока с вами прощаюсь, скоро буду с вами в эфире, через телефон, конечно, но постараюсь сегодня провести воскресный прямой эфир, если из телеканала вовремя вернусь. Всего доброго желаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok